Всем привет, ребят! С вами я, Соня, и сегодня я хотела бы с вами поговорить на ещё одну хорошую тему, а именно, как найти свой стиль, как перестать обращать внимание на мнение других людей, и также вспомним ещё про одно замечательное шоу, которое, я уверена, многие смотрели в своём детстве, в своём юношестве, в своём отрочестве, вообще во всех периодах, возможно, кто-то из вас смотрел, а именно оно называется «Снимите это немедленно», как оно на нас повлияло, в общем, вот эти вот все с вами вопросы мы сегодня затронем, и давайте начнём. Классики начнём с детства, и что хочу сказать, вспоминая себя маленькую, я помню, как я любила наряжаться, вот это вот, знаете, надеть вещи, которые мама мне купила в саконхенде, она тоже часто любила туда заходить, и я это делала только в своей комнате, в доме, в квартире, да, не выходя куда-то так в люди, а именно, на тот период это был садик, школа, я просила маму меня переодеть во что-то более такое скромное, обычное, чтобы не выделяться из общества, ну, вот, знаете, среди других людей, ну, иногда, знаете, какие-нибудь подколы дурацкие, вот у меня была рубашка с фонарями, рукавами, и меня назвали «О, столб», ну, типа такого плана, и, конечно, это сейчас, когда ты произносишь, это вообще звучит, ну, по-детски, ну, и я на то время тоже была ребёнком, поэтому меня, конечно же, это задевало, и я старалась ходить более так, ну, знаете, обыкновенно, и вообще никак не выделяться. Ну, и сейчас плавно из детства мы с вами перейдём к шоу, которое мы, собственно, смотрели в тот период, и что хочу сказать, мозг забывает плохое, конечно, и я забыла про существование этого шоу, снимите немедленно, и, по сути, конечно же, я не представляю сейчас в современном мире, в современное время такое шоу, чтобы его показывали, так как его бы, скорее всего, сразу же сказали «Извините, разворот-поворот, мы такое показывать не будем». Но раньше, конечно же, все эти шоу часто практиковались, людям нужно было зрелище, и не было каких-то таких вот цензурирований по оскорблениям, что, там, ты женщина, ты обязана, и то, и сё, и пятое-десятое. В общем, я решила пересмотреть несколько выпусков, и осталась под большими впечатлениями, я аж плюнула в камеру. Я вас тоже решила немного окунуть в это шоу, специально сделала тайм-коды, и сейчас нарезочка из замечательных фраз, которые я увидела в данном шоу, когда смотрела выпуски. Тебе не нравится? Белая бруска, сарафанчик, ботанка, да. Вот именно. Смотри, она пузатая и попастая, либо она носит вещи, которые катастрофически малы. Сомневаюсь. По вашим очкам и волосам это всё видно, это считается. Да, стиль, это стиль. Зачем? Вот вы демоде, понимаете? Вот вы немодная, вот вы ботанка, вот, и вы этой юбкой усиливаете эффект. Юбка хорошая. Вот, пожалуй, единственная вещь, которой можно сказать более-менее, что она секси, потому что у неё спереди разрез, она заужена книзу, это классическая чёрная юбка-футляр. Расскажи мне лучше, как вот в этом ходить. Какое солнышко, посмотри. Очень всё позитивно, всё как-то... Я думаю, это самодельные вещи, мне кажется, она сама это всё придумала, надо у неё спросить. Послушай, я очень хорошо понимаю её дочь, которая не может на неё смотреть. И её молодого человека. Да, потому что действительно гардероб чудовищный. У вас талант, вы прекрасно безвкусные. Вы в нём нелепая, вы в нём огромная. Во-первых, во-вторых и в-третьих. А в-четвёртых, самое главное, такое ощущение, что когда вы надели это платье, как будто вы извиняетесь. Извините, люди добрые, что я такая убогая. Ну и, в общем-то, да, как вы понимаете, очень много стереотипов, которые в детстве мы смотрели. И мы же были губками, да? Мы всё впитывали, как губка, в свой мозг. И вот понимаете, нам ещё с тех времён говорят, что самое важное – это то, чтобы на тебя обращал противоположный пол. Это самая важная твоя миссия в жизни. Или ещё по типу, что ты должна носить юбки только секси. Если они не секси, ты их не должна носить. Потому что, опять же, ты должна притягивать противоположный пол. Также, если ты носишь очки, ты ботанка. А если ты носишь длинную юбку, ты пенсионерка. А если ты носишь сарафан с рубашкой, ты пионерка. Ну и так, шоу потихоньку сходило на нет. Я росла, вырастала. У меня была первая работа. И я на ней заработала свои, опять же, первые деньги. Это было 14 тысяч рублей. А мне было 14 лет. А нет, не 14, мне было 13 лет. Вот в 13 лет я заработала свои первые деньги. И потратила их, знаете куда? Я их потратила на одежду с рынка. Я их все просто слила. Так сказать, спонсор я была рынка. 14 тысяч улетели в никуда. Ну как в никуда? Я всегда любила тратить свои денюжки на одежду. И я пыталась всегда что-то, что-то вот как-то, знаете, принарядиться. Пробовала, пыталась. Но, опять же, это было все под вот этими общественными нормами. Что вот сейчас популярны кроссовки Фила. Я обязана купить тебе кроссовки Фила. Возможно, вы помните такие кроссовки. И у кого-то такие были. У меня, кстати, не было. Я их себе не купила. Вот. Потом у всех футболка с бананами. Я обязана купить тебе эту футболку с бананами. Или футболку с мороженами. И действовала только по тем вот пунктам, которые сейчас популярны. Которые сейчас в норме у общества. И если ты это покупаешь, значит, ты как бы крутой. Ну, то есть я шла, по сути, на поводу у каких-то трендов. У каких-то вот людей, которые когда-то сделали это популярным. И сейчас это вышло в массы. И поэтому, если все это носят, то и ты должна соответствовать и носить. Со временем я узнала о слове second hand. О таком месте, что там продают одежду. Там есть все различные скидки по дням недели. Нет, я, конечно, слышала и знала, потому что моя мама постоянно ходила в second hand. И мне какую-то одежду интересную покупала. Но я не понимала самого прикола. Самого вот этого жирного плюса. Почему все туда ходят. Ну и, в общем-то, так началась моя эра second hand. Но second hand такого, что, вот знаете, я дорвалась. Я не знала вообще о том, что он существует. И я, приходя туда, покупала просто все. Не разбираясь, нравится оно мне, не нравится. Я вижу и думаю, ну я возьму. Стоит, не знаю, 50 рублей. Возьму. И вот так вот я, как бы, знаете, захламилась. У меня полностью гардероб состоял из вещей, которые не сочетаются между собой. Я не понимала, что с ними делать. Они, опять же, были тоже какие-то из разных вообще опер. И не то, что я говорю, что это плохо. Но когда у тебя просто много всего, вот, и ты еще в этом не понимаешь. Ты не понимаешь, что тебе нравится. Ты начинаешь путаться. И, в конце концов, я носила одну и ту же одежду. То есть, например, один свитер с какими-то трениками. Я их могу назвать так, потому что все были коленки уже, знаете, вытянуты. На пятой точке тоже все вытянуто и все в катышках. В общем, да, я ходила именно так, потому что у меня был полный шкаф одежды. Но я не знала, что надеть, потому что я не понимала, как это все между собой сочетать. И со временем я задала себе вопрос, а что мне вообще нравится? Вот я сейчас покупаю вещи, которые, по сути, ну, я не ношу. А почему я их не ношу? И я стала анализировать. И способ, который мне помог, вот это примерно года два назад произошло, когда я поняла, что, в принципе, мой Пинтерест, который я сохраняю, да, какие-то идеи, какие-то образы, какие-то дизайны интерьера или просто картины, ну, вот что-то такое, да, что я сохраняю, в принципе, из этого можно и отталкиваться. Я из этого могу начинать собирать свой гардероб, который я буду носить, вот эти вещи комбинировать между собой и буду чувствовать себя хорошо. Потому что, когда я носила вещи, просто носила, знаете, надеть, чтобы надеть, мне было плохо. Я хотела носить вот то, что будет олицетворять меня, олицетворять мой, ну, внутренний мир, потому что, по сути, одежда, это оно и есть. Ну, я считаю, что, знаете, говорят, самое важное, что внутри человека, а не что снаружи. По картинке не суди. Но все равно, кто бы что ни говорил, мы сначала смотрим, как выглядит человек. Хотя бы просто мельком, как-то мы все равно сделаем в своей голове анализ. Я раньше, кстати, это отрицала и говорила, нет, важно, что внутри человека, но все же ты изначально, просто даже на подсознательном уровне, ты считываешь, чтобы понять, безопасный тебе человек, небезопасный. Ну, и также одежда тоже входит в эти параметры, ты начинаешь немножечко анализировать. Вот, и поэтому для меня хотелось найти то, что олицетворяло бы меня. И со временем я стала сохранять картинки в Пинтерест, какие мне нравятся, что мне нравится. Просто, знаете, вот листала до бесконечности, смотрела, смотрела, переходила с одной картинки на другую. И со временем у меня в моем, как бы, аккаунте собралась такая вот достаточно большая корзина вещей, из которых я уже стала понимать, что мне нравится. Да, возможно, это банальный совет, который, ну, знают многие и, наверное, пользуются этим. Вот, но все-таки, да, просто вот посидеть, полистать и понять. Потому что насмотренность, это правда, кстати, хорошая штука, которая помогает. Когда я проделала все эти действия, я поняла, что мне очень нравятся вязаные вещи, мне нравится кружева, мне нравится бохо-стиль, как это все вместе сочетается, мне нравятся корсеты, мне нравится, как выглядит платье 19 века. И когда я посмотрела, как это все между собой сочетается на других людях, и стала пробовать, то, да, это, конечно же, мне дало большой какой-то такой пинок под зад, чтобы я начала действовать, придумывать. Также я старалась каждый день менять свои образы, что-то вот, знаете, какую-то изюминку добавлять, пытаться тут добавить какой-нибудь аксессуар, тут добавить платочек, тут надеть колечки и понимать, что мне нравится на самом деле. Ну и со временем я стала пытаться собирать все различные образы. Что хочу сказать? Мнение людей, конечно же, сильно на меня влияло. Влияет ли оно сейчас? Я не буду врать. Да, иногда меня задевают комментарии, которые мне могут написать, когда я выкладываю видео с образами, которые я делаю. Да, меня это задевает иногда, но способ, который мне помогает вообще забить на мнение других людей, во-первых, это то, что мы никак не можем повлиять на мнение других людей. И вот мысль, которая мне помогает абстрагироваться и забить на мнение других людей, это то, что тебя может не стать просто в любой момент. Вот ты вот сейчас сидишь, и тебе вот всё, вот просто представить на миг, что тебя нет. И людям будет фиолетово, потому что у всех свои проблемы, у всех свои какие-то дела, они погорюют час, два, три, день, сутки, месяц, и дальше пойдут. И вот сейчас я понимаю, что зачем я буду вообще обращать на мнение других людей и не делать то, что нравится мне. И когда я начинаю вот так вот, знаете, мысль себе в такую вот в голову вбивать, что бац, нас нет, а всем плевать будет, потому что всё, вас нет. И сначала, конечно, было очень тяжело, особенно я, я интроверт. Вот, ну, может быть, ладно, я, может быть, амбовер, что-то среднее, но всё равно мне неловко, когда там, знаете, на меня смотрят, когда как-то вот что-то вот, ну, есть какое-то определённое внимание. Мне лучше, наоборот, чтобы его не было, чтобы я вот так вот спокойненько прошла, там куда-нибудь где-то села, посидела, чтобы лучше никакого внимания. Но я понимала, что я хочу так выйти, мне хочется выйти так на улицу, потому что я буду чувствовать себя так хорошо. По крайней мере, я на это надеялась, но поначалу, да, мне было некомфортно выходить, я боялась. Иногда я просто собирала образ, смотрела в зеркало, думаю, блин, мне так нравится. Но через время я могла вернуться обратно, переодеться и пойти, потому что я боялась, я боялась этих взглядов. Мне было ужасно неудобно и как-то стыдно. Хотя почему мне должно быть стыдно за то, что я там, не знаю, надела красные колготки? Ну, правда. Почему мне должно быть за это стыдно? Это должно быть людям стыдно, которые пялятся на меня вот так вот, не отводят взгляда и не думают о том, что это некомфортно другому человеку. Вот. Но тогда, да, мне было некомфортно. Со временем это проходит, правда. Вот, знаете, раз, два, три, четыре, пять. И потом ты уже просто всё. Ты выходишь, и тебе фиолетово. Смотрите. Окей. У меня был даже случай, когда, ну, что, у меня там были зелёные колготки, такого, знаете, немножечко хаки цвета. Сумочка. Вот такая вот. Вот такая вот сумочка. Такого формата. Ну, и пиджачок. Вот. Я, значит, пошла так гулять. Мы идём-идём, и я слышу, как сзади меня смеются люди. Мужчины. Да, такие достаточно взрослые, кстати, на удивление. Смеются. Тыщут на меня пальцем, говорят, ха-ха-ха-ха, клоун. На улице. Вот так вот прямо. Знаете, не то, что написали тебе в комментариях, а на улице сказали. У меня был, наверное, испанский стыд. Мне было стыдно за них, что вот стоят взрослые люди, да, и вот такие комментарии могут себе позволять. Ну, и со временем я стала понимать, что с помощью одежды ты собираешь вокруг себя людей, которые чем-то с тобой схожи по интересам, по каким-то мнениям, да. Ну, даже просто вот по одежде у вас есть какое-то сходство, и просто, знаете, иногда идёшь по улице, и тебе человек с улицы может сказать, девушка, вы так красиво выглядите, а при этом ты в своей голове, смотря на эту девушку, говоришь в своей голове, что, господи, она так красиво одета, а она тебе в ответ говорит, девушка, вы так красиво выглядите. В общем, это, конечно, заряжает такие комплименты, и я стала часто замечать, что когда я стала одевать то, что мне нравится, надевать, точнее, извините, русский язык, так вот, я стала получать комментарии от людей, которые тоже меня восхищают, которыми я восхищаюсь, и они мной восхищаются, и для меня это что-то такое классное. Поэтому, да, одежда, конечно же, хорошая такая, знаете, помогалка, чтобы из толпы увидеть людей, которые чем-то с тобой схожи. И в конце видео я бы, наверное, хотела сказать то, что важно пробовать, и важно ошибаться, потому что без ошибок не будет в дальнейшем какого-то прогресса, ты не будешь делать работу над ошибками, и ты не узнаешь в конце-то концов, что тебе нравится. И в целом, мне кажется, эти изменения, эти попытки, они будут на протяжении всей своей жизни, так как я, например, смотрю фотографии, там, два года назад, и думаю, почему я так одевалась, почему я так волосы красила. Потом, не знаю, там, знаете, год назад, я думаю, ну, как-то странно. Через год я, может быть, буду смотреть на эту Соню и думать, почему, почему так. И мы растем, поэтому я в этом не вижу тоже ничего плохого, и когда мне, например, люди пишут, Соня, что с тобой стало? Я расту, ребята, вот так вот, что со мной стало? Ну, такая вот, блин, вымахала уже, блин, 21 год будет, это вообще... Я думаю, что это видео можно подводить к концу. Решила с вами, да, поговорить просто вот так вот на еще одну тему. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставите свой лайк, напишите комментарий. Кстати, всех жду в своем телеграм-канале. Ой, завтра у нас опять новое путешествие. Соня-путешественница отправляется еще в один город, в культурную столицу. Да уж, что уж, не буду вас томить, поэтому переходите ко мне в телеграм-канал, там я с вами общаюсь 24 на 7, и мне будет очень приятно. Все, а я вас всех люблю, уважаю, всем пока-пока.